Остаемся с замечательным городом Порво и отправляемся на старинном пароходе в Хельсинки, который носит имя Йохана Людвига Рунеберга, финского поэта шведского происхождения, писавшего на шведском языке стихи национально-романтического содержания. Наиболее известен цикл стихов – рассказы прапорщика Столя. Одно из стихотворений этого цикла «Наша земля» стало гимном Финляндии. В общем, нам предстоит круиз на этом человеке и пароходе. Переход в одну сторону занимает около трех с половиной часов. Посадка даже на небольшой кораблик – дело суетливое и довольно долгое. Судно вмещает до 220 пассажиров, хотя это явный перебор. Может, нам так повезло, но судно было сильно перегружено, так как половина пассажиров была с велосипедами. Спортивные финны завалили всю корму великами и отправились подкрепляться кто чем. Пароход GL RUNEBERG был построен в Хельсинки в 1912 году. Первоначально он ходил под названием «Хельсиньфоркс-каргард». Сначала этот пароход ходил на запад от Хельсинки до Порковы. В 1930-х годах название было изменено на «Рунеберг», и судно впервые отправилось в Порво. За эти годы у корабля было несколько владельцев, и он служил как военный транспортный корабль, как зоопарк, что тоже весело, и как экскурсионный катер. Он совершил несколько посадок на мель, находился под угрозой распада, и несколько лет стоял на берегу. В 1960-х годах он был установлен и получил дизельный двигатель. Он снова бегает между Хельсинки, Порво и Лойвеса. Когда пароход «Рунеберг» попал в руки нынешних судовладельцев в 1986 году, он был сильно изношенным. Вместе с друзьями восторженные владельцы восстановили корабль. Это 108-летнее судно выглядит весьма задорно. Главное правило для настоящего моряка, поближе к кампусу. На пароходе есть шведский стол. Алкоголь в баре, как и везде в Финляндии, очень дорогой. Но выпить фирменного корабельного пива не грех. Главная еда, иногда включенная в стоимость круиза, это лохи. Традиционный суп из лосося с тминным хлебом и маслом. И кофе с фирменным пирожным, тоже «Рунеберг». Если с погодой не повезет и на палубе ветреные сыра, то часа через полтора становится скучновато, особенно если пароход забит пассажирами. Главное развлечение – рассматривать воду и проплывающие берега. Или дремать после обеда во всех возможных местах. Но вот впереди по курсу Хельсинки. Это был запоминающийся переход моря. Далее ночь в Хельсинки и поездка в Лангенкоске и Котку. Но об этом в другом фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова